Здравствуйте, уважаемые любители стратегий! Вы слышите Лёшу Халецкого, это канал Лёша Играет, и впереди вас ждёт обзор на игру Oriental Empires, то бишь Восточной Империи. Об этой игре я рассказывал в своём видео топ-5 ожидаемых мной стратегий этого года. Кроме того, делал стрим этой стратегии в день выпуска, и вот пришло время сделать обзор. Сразу скажу, что всё-таки мне игра не нравится, и, пожалуй, я её не рекомендую. Было много ожиданий, но, честно говоря, в итоге игра меня разочаровала. Однако, я не могу назвать Oriental Empires плохой игрой, и есть люди, уверен, среди моих зрителей, которым эта игра понравится. Почему, я объясню чуть позже, как и причину конкретно мне игра не нравится. И, в общем-то, смысл любого хорошего обзора как раз в том, чтобы не показать, понравилась обзорщику игра или нет, а объяснить зрителю, понравится ли она ему. Тем более, что глобальных пошаговых 4Х стратегий выходит не так уж много, чтобы их пропускать. Почему от Oriental Empires я ожидал многого, потому что ею, во-первых, занимаются бывшие разработчики Medieval 2 Total War, то бишь люди, понимающие толк в стратегиях. Во-вторых, игра продолжительное время была в раннем доступе, то есть можно было, ориентируясь на отзывы комьюнити, сделать из неё конфетку. Ну и, в-третьих, в ней очень много от цивилизации. То есть понятно, что она в любом случае меня бы заинтересовала. И вот, по-моему, главная проблема здесь в том, что от игр серии Total War и от игр серии Цивилизация в Oriental Empires взято, по моему мнению, худшее. Например, в Total War, естественно, основной акцент сделан на тактические битвы в real-time стратегии, а стратегическая пошаговая карта намного-намного упрощена по сравнению с любыми другими пошаговыми стратегиями. В Oriental Empires, казалось, поначалу будут вот эти бои из Total War. Пускай по упрощённой программе, но хоть как-то тактически, чтобы игрок мог ими управлять. Оказалось, нет. Все бои проходят в режиме последних веяний Stellaris и Endless Space 2. Когда армии соприкасаются, игрок ничем уже не управляет. Единственное, что он может заранее задать стратегию действий своей армии. Ну вот это чем-то похоже на Endless Space 2. Помните, там перед битвой вы можете отметить, как ваш флот будет двигаться. Там в защитном режиме, в нападающем режиме. Более того, с открытием различных технологий это всё меняется. Можете новые добавлять режимы, режимы старые убирать. В Oriental Empires даже этого нету. Просто выбирайте защитную, атакующую, в зависимости от того, какие у вас там юниты стреляющие, либо нет, и просто наблюдаете за тем, как происходит бой. А вот упрощённость стратегической карты в Oriental Empires есть. Визуально это всё больше похоже на Циву, конечно, но упрощённость пошла по пути Total War. Игра рассказывает о древнем Китае. Кстати, немного отвлекусь. История Китая действительно очень интересная. Я вам рекомендую хотя бы на той же Википедии почитать о древних царствах, о том, как Китай собирался в империю, о Цишу Хуэнди, как раз императоре первом Китая, который сейчас лидер этой нации в шестой Циве. Ну и вот в Oriental Empires у нас есть 16 фракций, которые различаются примерно так же, как нации шестой цивилизации. То есть по-хорошему особо и не различаются. Я не считаю, сыграв несколько игр в Oriental Empires, что фракции заставляют вас как-то по-разному стратегически действовать. Ну и вот выбрав одну из 16 фракций, вы, собственно, боретесь за то, чтобы доминировать в древнем Китае, собрать всех воедино и победить. Там есть, кстати, не только военная победа, но и культурная. И вот здесь начинается то, что лично мне после третьей Цивы уже очень не нравится в пошаговых стратегиях. Это когда у вас есть единственный путь победы, то бишь бесконечное расползание, широкая империя. То есть чем больше вы поставите городов, чем больше городов будет под вашим управлением, тем быстрее вы победите. Это, собственно, единственный путь в этой игре победить. И в отличие, опять же, от той же шестой Цивы, в Oriental Empires вам придется реально много городов ставить. И со временем вот этот микроменеджмент этих городов меня начинает бесить. Мне не нравится играть, во-первых, только по одной возможной стратегии, во-вторых, когда у тебя огромное количество городов. Да, иногда это интересно ради разнообразия, но не постоянно, а иначе вы здесь не победите. С другой стороны, экономика упрощена. Тот же самый микроменеджмент. Вначале вы можете вообще только фермы в городах строить. Постепенно, открывая технологии, у вас добавятся кое-какие еще элементы, но по-хорошему, по сравнению с Цивой, здесь микроменеджмент городов очень сильно упрощен. И здесь есть несколько хороших идей. Например, вам не надо строить армию. Вы можете ее одномоментно сразу в любом городе нанять. Там, ну, от развития города, правда, зависит, какие юниты вы можете нанимать. Естественно, это зависит от открытых технологий. Но, в принципе, армия нанимается сразу же. Но она требует большого, больших денег на содержание. И это интересно, кстати. Потому что, как обычно в пошаговых стратегиях, вы построили дуболома, и он у вас через всю игру до пехотинцев, мотопехоты проходит, получает кучу промоушенов и радостно вместе с вами наблюдает за тем, как космический корабль улетает к Альфа Центавре. Здесь вам нужна армия, вы ее наняли. Не нужна, распустили. Таким образом, вы регулируете экономику. По-моему, интересная задумка. Этот обзор выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Несмотря на то, что партии там длятся месяцами, к любой из них вы можете присоединиться в любой момент и совершенно спокойно развиваться на уровне со старыми игроками. Загляните на сайт consolewar.ru. Как интересная задумка со счастьем, потому что в каждом городе свое отдельное счастье, если... А, оно еще разделено между аристократами и простолюдинами, и если оно превышает определенную отметку, там начинается восстание, и надо идти в этот город восстание подавлять. Естественно, чем больше городов, тем меньше счастья. Это один из способов регулировать бесконечную экспансию, но все равно маловато. Сама по себе идея вот этих восстаний, она интересная, но вкупе со всем остальным внутри игры она все равно кажется, как что-то напряженное, тем более, когда у этих городов штук 15 уже становится. Интересная система с коммерцией, у вас в разных городах есть разные товары, ну, скажем так, вы разные там добываете ресурсы, и благодаря торговле этими товарами у вас начинают появляться деньги, за которые можно нанимать армию. Ну, точнее, я вру, а еще раз повторю, армия нанимается бесплатно, но ее содержание стоит больших денег. Поэтому надо заранее продумывать инфраструктуру ваших торговых путей, где вы что будете добывать, куда будете отправлять, и за счет этого получать прибыль. То есть торговля здесь интереснее, например, чем в той же Циве. Технологическое дерево тут не одно, а целых четыре, правда, они между собой переплетаются, и исследование идет сразу по всем четырьмя, четырех, по всем четырем деревьям. Но технологий откровенно маловато. Понятно, что здесь мы не пойдем по пути до космических полетов, здесь чисто средневековье, причем раннее средневековье, пожалуй. Поэтому буйство разнообразий стратегий в зависимости от того, какие вы технологии откроете, тут не намечается точно. И вот, в принципе, видите, я вам уже описал несколько неплохих идей, но когда оно все собрано в одну игру, вот в Oriental Empires, оно почему-то не зажигает, вот не весело играть. И, как я говорил в начале, кому игра может понравиться, это именно любителям широких империй. Я знаю, что среди моих зрителей такие есть, которые считают, что, собственно, после третьей цивилизации все остальные цивы, это какая-то фигня полная. В любой пошаговой стратегии надо ставить много городов, тогда это прикольно, у тебя империя. Вот им Oriental Empires явно придется по вкусу, если, конечно, они еще любители восточного колорита и всякого китайского. Кстати, я думаю, что разработчики не просто так взялись именно за Китай, наверное, планируют игру неплохо продать на этом огромном миллиардном китайском рынке. Искусственный интеллект здесь, опять же, по моде последних лет не особо сложен. Вот, кстати, дипломатию не отметил, она здесь еще хуже, чем в цивилизации, по-моему, вообще все банально. Да и договоры нарушаются только в путь, тем более, что за нарушение союзов никаких штрафов нет. Вроде казалось, вот тебе верный союзник, а потом он сразу нападает. В общем, от геймплея у меня, знаете, такие ощущения, вот не хватает во многих аспектах богатства выбора, действительно. То ли им не хватило времени, то ли идей. Ну, пустовата игра ощущается, пустовата. Тем более, что стратегия развития тут, собственно, только одна. Если сравнивать, опять же, с той же цивой, лучше здесь выглядят битвы, войска, возможности с армиями. Но, с другой стороны, а что, кто-то хотел вот от глобальной пошаговой стратегии меньше стратегичности и больше тактичности? Да нет, вроде. Неплохой баланс в этом есть у цивилизации. Да и в самих битвах ты в Oriental Empires участвовать не можешь. Но хотя именно боевые действия я бы назвал, по моему мнению, лучшей стороной этой игры. Если говорить о локализации, то, в принципе, она неплоха. Но, опять же, видимо, из-за низкобюджетности для русского языка не сделан оригинальный шрифт. И русский шрифт, например, меня опять раздражает, как он меня раздражал в пятой циве. По цене 500 рублей для наших палестин нормальная цена для того, чтобы обратить внимание на эту игру. А вот за рубежом она за 30 долларов продается и 30 евро, что, по-моему, уже дороговато. А, еще не отметил интерфейс. У меня такое ощущение, что игра мелковата. Вот у меня постоянно эти значки, которые на карте нарисованы, поля, там, улучшение ландшафта, они у меня постоянно ощущались мелкими. После вот крупных значков цивилизации в Oriental Empires постоянно приходилось ко всему этому присматриваться. Да и вообще с интерфейсом, по-моему, тут проблемы, как и с управлением юнитами, управлением городами. То есть ощущение, что игра все еще нуждается в доработке. Правда, уже и вышло после релиза несколько патчей. В общем, Oriental Empires это тот редкий случай, когда мне приходится не рекомендовать игру с большой неохотой. Вот откровенно, мне она все-таки не нравится. Мне не хочется в нее играть, разбираться в ней. Но я чувствую в ней потенциал. Я понимаю, что некоторым игрокам эта стратегия реально может понравиться. И это неплохая игра. Мне просто по каким-то причинам не заходит. Я их пытался объяснить в этом обзоре. И надеюсь, люди, глядя это видео, смогут для себя решить, играть им в Oriental Empires или нет. Просто ожидал я еще от этой игры намного большего. Жду ваших впечатлений в комментариях. Может быть, люди, которым игра понравилась, меня поправят. Тем более, что в Стиме она имеет все-таки 70% положительных отзывов. Ну, на этом все. Загляните на сайт consolewar.ru, играйте в умные игры. И всем пока. Спасибо, что засоряли до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы смотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Спасибо. Спасибо.